Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами будем говорить о содержании и структуре базового курса химии. Действующая нормативно-правовая база среднего общего образования предусматривает возможность изучения почти всех учебных предметов на двух уровнях. И вот сегодня предметом обсуждения является содержание и структура базового курса химии. Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общевразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Поэтому содержание курса включает в себя лишь отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении. Например, зависимость свойств веществ от состава и строения, обусловленность применения веществ их свойствами, материальное единство неорганических и органических веществ, постоянно возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, экономии сырья, охраны окружающей среды. Хочу обратить ваше особое внимание на то, что целями изучения химии на базовом уровне не являются ориентация обучающихся на профессии, в которой химические знания играют ключевую роль, предпрофессиональная подготовка в области химической науки и химических производств и подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. Оно и понятно, что за один час в неделю подготовить к ЕГЭ невозможно никого, даже самого талантливого ребенка. Нужно еще дополнительное время. И еще я хочу обратить ваше особое внимание на то, что классы технического профиля, инженерного профиля очень часто изучают химию в объеме один час в неделю. Это полнейшее безобразие, поскольку будущие инженеры без знаний химии просто не могут существовать. И когда выпускники из школы, изучив одночасовой курс, приходят в вузы на инженерные специальности, они там испытывают очень и очень серьезные затруднения. Это я знаю не понаслышке, это я сам проходил со своей дочерью. Обязательно для всех образовательных организаций содержание обучения зафиксировано в примерных основных образовательных программах основного и среднего общего образования, включенных в государственный реестр примерных программ. Этот реестр находится в свободном доступе на официальном сайте Министерства образования и науки. Чтобы сохранить тексты примерных программ на жестком диске своего компьютера, вам нужно скачать эту презентацию, запустить ее уже как демонстрацию и вот на этом слайде щелкнуть по нужной иконке. Хотите документ вордовский? Щелкайте по иконке DOCS и начнется загрузка программы из реестра непосредственно на ваш компьютер. Хочу отметить важную особенность примерных программ. Эти документы нельзя использовать в практической деятельности, потому что они составлены на основе модульного принципа построения учебного материала и не определяют объем времени, отводимого на изучение учебного предмета, а также классы, в которых химия может изучаться. Если же сравнить тексты этих примерных программ с текстами, которые были опубликованы ранее в множеством издательств, то можно легко заметить значительное сокращение числа дидактических единиц и перевод некоторых из них не исключенных, а оставленных, извините, перевод некоторых оставленных дидактических единиц в разряд изучаемых, но не проверяемых и не оцениваемых. То есть то, что в программах выделяется курсивом. Вот, например, из раздела основы органической химии на базовом уровне исключена гибридизация атомных орбиталей, а строение молекул выделено курсивом. Разработка рабочих программ на основе этих примерных складывается из двух этапов. Сначала уточняются, конкретизируются формулировки примерной программы, затем отобранное содержание распределяется по темам, а представление последнего компонента рабочей программы календарно-тематического планирования происходит распределение учебного материала и по урокам. Вот при составлении рабочей программы ОМК-сферы возникли некоторые проблемы, о содержании и решении которых я расскажу чуть позже. Химическое знание на своем пути из научной лаборатории в школьные учебники встречает ряд барьеров, которые часть знаний отсеивают, а часть пропускают дальше. Эти барьеры знакомы каждому из вас под названием дидактических принципов. И важнейший из них принцип доступности обучения. Доступность можно рассматривать с разных точек зрения. Когда речь идет о содержании обучения, доступность означает учет уже имеющихся знаний и сформированных ранее умений, то есть тезауруса ученика. Причем этот тезаурус формируется не только в 8-9 классе на уроках химии, но также при изучении предметов естественно-научного цикла в основной школе. Традиционная трактовка дидактического принципа научности не выдерживает никакой критики. Я об этом многократно говорил, писал. Есть очень интересная работа сотрудников Московского государственного университета имени Ломоносова. Сегодня под научностью понимают непротиворечивость основным положением теории, в рамках которых на том или ином этапе излагается учебная информация. Например, если мы с вами работаем на уровне атомно-молекулярного учения, когда все состоит из молекул, а молекулы в свою очередь состоят из атомов, то не будет нарушением принципа научности фраза молекула, хлорида, натрия. Хотя в рамках другой теории это, конечно, уже будет неверно. Следующий принцип это принцип системности. Под системностью понимают направленность всей совокупности дидактических единиц на формирование начальных представлений о концептуальных системах химической науки. Принцип системности относится к результату образовательного процесса, который может быть достигнут в том случае, если этот процесс построен при выполнении других принципов обучения, в том числе принципы систематичности. Вот системность и систематичность путать нельзя. Ну и, наконец, последний принцип это принцип связи обучения с жизнью. В ОМК-сфере связь обучения с жизнью понимается, как отбор информации актуальный, интересный для данного возраста обучающихся. Поскольку мы сегодня с вами говорим о базовом уровне обучения, то в данном случае связь обучения с жизнью это постоянная демонстрация того, что химические знания нужны каждому учащемуся, каждому человеку, независимо от его профессии. Ну и, наконец, важными принципами отбора содержания на базовом уровне стали отказ от повторного изложения дидактических единиц, изученных в основной школе. И перенос этого материала на самостоятельную работу учащихся по повторению. Акцентирование вопросов, связанных с биологическим действием веществ и оказанием первой доврачебной помощи при отравлении, ожогах и других травмах. В учебниках включено специальное приложение по этому поводу. Ну и, наконец, ориентация на использование дополнительных источников химической информации, включая интернет-ресурсы. И вот это вот конкретизированное содержание, на основе которого вы можете разработать свою собственную программу, представлено в рабочих программах ОМК-сферы. Поскольку файлы очень тяжелые, они все в формате PDF, с этого слайда вы имеете возможность получить доступ к отдельным фрагментам программы. Пояснительная записка, отдельный файл, планируемые предметные результаты, второе содержание, обучение третье и примерное календарно-соматическое планирование, четвертый файл. Запускаете эту презентацию, находите данный слайд, просто щелкаете вот по этим словам и скачиваете к себе на компьютер. В отличие от примерных программ, в рабочих программах содержание уже структурировано по годам обучения. Вот уже более 30 лет в 10-м классе изучается курс органической химии, а в 11-м классе основы общей химии. Именно в такой последовательности изложено содержание и в примерных программах. Представление рабочей программы была в целом сохранена и последовательность изложения учебной информации в примерных программах. Число часов, отводимых на изучение каждой темы, определялось, исходя из минимального времени, которое может быть отведено на изучение химии, то есть по одному часу в неделю. 70 часов за по годам обучения. Не 70, а 68 реальных. Было также учтено требование федерального государственного образовательного стандарта к соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Содержание обязательной части включает в себя 3 часа резервного времени учителя. То есть, реально, часть, формируемой участниками образовательного процесса, составляет не 11 часов, а 14. Эта часть предназначена для проведения практических занятий, контрольных работ и включения, по-вашему усмотрению, дидактических единиц. Что на базовом уровне я вам не рекомендую делать, лучше отрабатывать тот материал, который заложен в описательную часть. То есть часть, которая имеет общий федеральное значение. Вот небольшой объем обязательной части обучения в каждом из классов сделал экономически нецелесообразным разработку двух отдельных учебников. Поэтому учебники 50-11 класса объединены под одной обложкой. Вот я вам показываю, вот так вот выглядит под живой учебник. Вот здесь под одной обложкой и 10-й и 11-й класс. Вот этот чисто технический прием позволяет в гуманитарных классах, ну там какие-нибудь филологические или переводчики, или балерины, или музыканты сконцентрировать все вот эти 68 часов в 10-м классе. То есть дать по 2 часа в неделю с тем, чтобы потом в 11-м классе освободить время для профильных предметов. Первая часть учебника посвящена основам органической химии. Название раздела полностью повторяет название соответствующего раздела примерной программы. Название глав, вот они сейчас перед вами, также позаимствовано из примерной программы. И последовательность его изложения, то есть распределение по параграфам учебника, также соответствует последовательности, которые приняты в примерной программе. Другими словами, учебник соответствует примерной программе. Вместе с тем, есть одно важное отличие от традиционной структуры органической химии, который был разработан еще Леонидом Александровичем Цветковым. Примерная программа предусматривает изучение основных положений теории химического строения Бутлерова уже на первых уроках. Но изучение теории без подкрепления ее положения конкретными фактами приводит к формализму знаний учащихся. Поэтому и в рабочей программе, и в учебнике положение теории Бутлера выводится постепенно, по мере возникновения необходимости в новом для учащихся знании. А в конце курса происходит обобщение этой теории. В тексте учебника основные положения теории химического строения никак специально не выделяются. Это сделано в примерном календарном планировании, включенном в рабочую программу. Вряд ли стоит на этом этапе обучения акцентировать внимание школьников на том, что эти положения составляют теорию Бутлерова, поскольку перу нашего великого химика-органика принадлежит только одной из положений, понятие химическое строение. Все остальное было установлено другими учеными до 1861 года, который считается официальной датой рождения теории химического строения и органических сведений. Вот в этой таблице вы видите, как по параграфам учебника распределяются положения теории химического строения Бутлерова. Обратите внимание на то, что ряд положений вводится несколько раз на разном учебном материале. Это вот та самая систематичность, которая работает потом на системное знание учащихся. Обобщению знаний посвящен заключительный параграф первой части учебника. И это обобщение проводится с привлечением новых фактов, которые еще не известны учащимся. Ну вот, например, уже известные школьникам реакции нитрования бензола и тулола дополняются сравнением соотношения метана бензола и тулола к подкисленному раствору перманганата калия. Зависимость свойств от строения их молекул иллюстрируется новыми реакциями первичных, вторичных и третичных спиртов с раствором терманганата калия. В спиртах эти реакции не рассматривались. Возможность установления строения молекул чистохимическими методами ранее была рассмотрена на основе, на примере анализа и синтеза жиров. Здесь же приводится пример, как с помощью одного и того же реактива определить положение двойной связи в молекуле алкена. Ну а сейчас совершим небольшую обзорную экскурсию по первым параграфам учебника, чтобы получить некоторое представление о содержании обучения органической химии. Первый параграф традиционно посвящен предмету органической химии. Также здесь школьники найдут информацию о способах определения качественного состава органических веществ, то есть о реакциях, лежащих в основе обнаружения атома водорода, углерода и хлора. Дополнительно введена информация об обнаружении атомов кислорода. Понятия об электронной орбитале основного возбужденного состояния атомов в примерной программе включены в раздел цариотические основы химии. Но без этих понятий нельзя вести, нельзя объяснить школьникам четырехвалентность атомов углерода в органических соединениях. Исключенные из базового уровня гибридизации атомных орбиталей необходимы для объяснения электронного строения молекул, знание о котором, хотя не проверяется, не оценивается, но в соответствии с примерной программой должно изучаться. Таким образом, единственной дидактической единицей, подлежащей проверке и оценке, в этом параграфе является только четырехвалентность атомов углерода. В третий параграф включены три понятия. Химическое строение, изомерия и гомология. На данном этапе изучения показать различия изомеров можно только на их физических свойствах. Например, на различии температур кипения. При формировании первоначальных представлений о гомологах и гомологических видах использованы данные о температурах плавления и кипения алкана. Традиционно изучению алканов отвозилось несколько уроков. Сначала отрабатывались основанные мемклатуры ЮПАК, затем физические и химические свойства метана, затем эти свойства сравнивались со свойствами других представителей алканов. Завершалось все изучением способов получения и областями применения. Все это оказывается физически невозможным, если на изучение химии отводится один час в неделю. Поэтому пришлось перекомпоновать учебный материал так, чтобы он мог быть освоен школьниками за один урок. Вот пример того содержания, которое школьники должны освоить за этот урок. По числу дидактических единиц он вполне поселен среднему ученику 10 класса. Это в полной мере относится и к алкену. Когда содержание целой темы по учебнику Цветкова сворачивается в один параграф. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что вот эти вот сигмы и пи-связи, они даются в ознакомительном порядке. И знание об этом не проверяется и не оценивается. Параграф алкодиена. Раскрываю следующее положение примерной программы. Зачитываю дословно. Алкодиены и каучуки. Понятие об алкодиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила. Как способ получения синтетического каучука. Натуральные синтетические каучуки. Луканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Ну вот вы видите, что здесь уже появляется некоторая дополнительная информация. Но вместе с тем эта информация, она связана с тем, с чем дети уже встречались и дальше могут встретиться. Например, информация об эбоните. Еще раз подчеркиваю. Изучение электронного строения молекулы органических соединений не предусмотрена примерной программы. Хотя соответствует слизению, включен ее в учебник. Также полностью соответствует примерной программе содержание седьмого параграфа. Дополнительно, в текст включен способ получения алкины в действии спиртового раствора щелочи на диглоген алканы. Понятно, что раз это дополнительный материал, вы его можете совершенно спокойно пропустить. Примерная программа ограничивает изучение аренов лишь тремя свойствами бензола. Реакция и замещение глагинирования, как способ получения химических средств защиты растения. При соединении гидрирования, как доказательство непредельного характера бензола, реакция горения, дополнительно в учебник включены реакции нитрования бензола и тулола, чтобы дать первоначальное представление о взаимном влиянии атома в молекулах. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь отсутствует, например, реакция горения среди уравния реакции, отсутствует реакция горения и реакция гидрирования. Они есть в учебнике, но они описаны словами, а не с помощью уравния реакции. В учебнике есть параграфы, которые обозначены не номерами, а маркерами. В них содержится дополнительная информация, отсутствующая как в примерной, так и в рабочей программе сферы. Единственным исключением являются циклы оканы, которые изучаются, но знания о которых не проверяются и не оцениваются. Остальные три параграфа в первой части учебника, дополнительных параграфов, могут изучаться, а могут быть пропущены по вашему усмотрению. Вот этот параграф, получение нециклических углеводородов, вряд ли вызовет интерес у школьников. В то время как знание о применении гидроксильных производных углеводородов представляется важным даже для людей, очень далеких от клинической науки и клинического производства. При этом параграф может быть пропущен, поскольку о применении гидроксильных производных, там где они рассматриваются в учебнике, рассказывается довольно-таки подробно, и это уже идет дополнительная информация. И, наконец, третий дополнительный параграф по органической химии, это нуклеиновые кислоты. Параграф на двух разворотах из-за громоздких формул. Нуклеиновые кислоты по примерной программе изучаются только на профильном уровне, извините, теперь говорят на углубленном уровне. Здесь же эта информация включена лишь для того, чтобы любознательные школьники могли познакомиться с химическими основами того, что они уже изучали на уроках диалога. Вторая часть учебника имеет такое же название, как соответствующий раздел примерной программы «Теоретические основы химии». Эта часть учебника включает в себя 20 обязательных параграфов и 13 параграфов дополнительного содержания. Главы здесь названы так же, как подразделы примерной программы «Вещество, химические реакции, химия и жизнь». Вот если при конкретизации и структурировании содержания обучения предыдущих глав проблем не возникало, то глава седьмая «Химия и жизнь» потребовала очень много размышлений. И дело не только в том, что через все учебники химии сферы, начиная с самого первого параграфа восьмого класса, красной нитью проходит идея важности химических знаний для каждого человека. Дело в том, что в примерной программе содержание подразделы «Химия и жизнь» описано настолько обобщенно, что под него можно подложить любое содержание и при этом превратить этот раздел в самостоятельный учебный курс. Вот вчитаемся в текст примерной программы. Понятно, что здесь ничего не видно, поэтому будем читать по абзацам. И вот уже первый абзац не просто вызывает недоумение, а стоит в тупик. Ну, во-первых, методы познания в химии изучались в основной школе и в восьмом, и в девятом классе. То же самое и источники химической информации. И потом, признаюсь честно, положа руку на сердце, я не знаю ни одной поисковой системы, которая могла бы находить информацию о веществах по их структурному форму. Вот не знаю я ни одной такой поисковой системы. Если кто-то знает, я буду благодарен, если вы мне об этом сообщите. Во-вторых, важнейшие методы химической науки, которые постоянно используются на уроках, химический анализ и синтез, в программе вдруг выделены курсивы. В общем-то, проблема состояла в том, что нужно было найти такое содержание, которое не повторяло бы давно изученное и давно применяемое школьниками в их учебно-познавательной деятельности. Решение данной проблемы представлено в учебнике в виде трех параграфов. За основу была взята фундаментальная работа академика Александра Михайловича Новикова «Методология». Вы можете найти полный текст этой работы в интернете, на сайте с очень простым названием «Сайт Академика Новикова». В любом поисковике просто пишите «Сайт Академика Новикова», и первое, что вы увидите, это будет ссылка на его сайт. Я вам очень рекомендую прочитать эту работу. Первый параграф в учебнике, это параграф 32, как вы видите, посвящен эмпирическим методам познания, из которых наибольшее значение имеют наблюдение, измерение, мониторинг, опытная работа и эксперимент. В следующем параграфе обсуждаются теоретические методы. Поскольку теоретическими методами действиями 11-классники познакомились, уже познакомились при изучении курса общества знания в программе, извините, в учебнике, рассматриваются только методы операции. Проводятся конкретные примеры использования теоретических методов операции в научном познании. Ну, например, при разработке учений о периодичности основ теории химического строения органических соединений. Содержание параграфа источники химической информации уже не просто перечисляет, где что можно найти. Здесь главный акцент сделан на достоверных и недостоверных источниках, которые, вот эти вот знания актуализируются. Этот акцент, извините, актуализирует знания учащихся, которые они получили раньше на уроках информатики. Ну, вот я думаю, что вы уже посмеялись. Толковый словарь четырехтомный академический дает вот такое интересное определение щелочи. Ну, вот еще одна проблема химии здоровья. В зеленом подчеркнут то, о чем неоднократно говорилось на уроках биологии и ОБЖ. Основы пищевой химии. Но здесь вот совершенно непонятно без какой-либо расшифровки. А что здесь понимать под основами пищевой химии? Что из этой пищевой химии нужно отобрать, чтобы включить в этот параграф? Ну, решение в одном параграфе на двух разворотах. Первый разворот содержит информацию о воде, продуктах питания, витаминах и гормонах. Поскольку о воде учащиеся 11 класса знают достаточно много, то в параграфе приводятся обоснованные, научно обоснованные данные не столько о воде, сколько о водных растворах, с помощью которых мы удаляем жажду. Например, о максимальной температуре воды. От какой температуры должна быть вода, для того, чтобы выпить немного, но пить потом уже не хотелось. Вот в зоологическом действии раствора углерода, оксида углерода-4, углекислого газа. Сейчас очень модно ругать здесь ровные напитки. Вот насколько это справедливо. Об общих свойствах минеральных вод. Что нельзя просто так пить минералку, когда захотелось. Здесь же раскрывается роль термической обработки продуктов питания, влияние условий сроков хранения на их качество. Акцентируется внимание школьников на соотношении разных продуктов. Вот опять-таки эти многочисленные диеты. То едим только углеводы, то едим только жиры, а то углеводы вообще исключаем из рациона. Сахар сладкий, смерть ни в коем случае нельзя есть. Вот все подробно разбирается с химической точки зрения. Сегодня известно огромное количество витаминов. Вы должны было выбрать, о каких витаминах говорить. Выбор был взял в пользу тех витаминов, которые чаще всего упоминаются в телевизионной рекламе, в газетах и в общем в средствах массовой информации. Это витамин Ку-10 и Д3. Среди о них представлены в небольшой табличке. Также наши средства массовой информации очень любят говорить и писать о главном враче человечества холестерина. Вот вчера опять я слушал и хохотал по поводу холестерина, что его нужно полностью исключить. Когда вопрос а это была реклама каких-то таблеток для мужского здоровья так и назывались. И вот вроде бы как врач молодая девицонным видом говорит, что холестерин вред, а вот гормоны это хорошо. Но как наш организм может синтезировать эти гормоны, если исходная вещественная синтеза является холестерин. И вот здесь обращаю особое внимание эти страшные формулы. Они приведены не для запоминания, а только для того, чтобы школьники могли сравнить структуры холестерина и гормонов. И в учебнике рассматривается вопрос о негативных последствиях недостатка холестерина в организме, но при этом конечно не забывается про его избыток. И рассказывается о том, как в здоровом организме избыток холестерина не ликвидируется, а скажем так нивелируется. На втором развороте этого параграфа лекарства и наркотики. И вот опять-таки проблема какие лекарства выбрать? Ну наверное то, о чем говорят средства массовой информации. У несчастного аспирина столько торговых названий, что я уже запутался. Некоторые из них я привел в секси-учебниках, некоторые пропустил. Анальдин всем известный с детства, ножфа, о которой очень много говорят, валидол всегда на слуху и нитроглицерин. Вот из всех формул, которые здесь приведены, ну можно порекомендовать или даже потребовать со школьников запомнить формулу нитроглицерина, если вам захочется, поскольку это иллюстрация сложного эфира, образованного неорганической кислотой. опять-таки много наркотиков. Начнешь писать о наркотиках подробно, то тебя обвинят еще в пропаганде наркотиков, под статью подведут. Поэтому из всех наркотических средств выбраны только два, кетанол и теловый спирт и никотин. Дается самое общее представление о превращении кетанола в организме человека, а сопоставление формы никотина, витамина ПВ и к ферменту над плюс в некоторой мере возникает объясняет возникновение очень быстрое возникновение никотинного зависимости. Хотя вопросы использования достижений химии в повседневной жизни изложенные в учебнике на двух разворотах принципиально новой информации школьники здесь не встретят. Жесткостью воды и ее не на то ножи а не на то жесткостью воды и с ее влиянием на моющие действия мыла школьники ранее встречались в 9 классе при изучении химии металла и в 10 классе при изучении кормонных кислот относительно новым знанием можно назвать изменение свойств моющего средства при замене в молекуле кровоксильной группы на сольфу группу в таблице учащиеся найдут качественный состав современных сыральных порошков с назначением с указанием значения каждого из компонентов количественный состав не приводится поскольку у разных порошков он разный здесь же дается общее представление о составе абразивных и безабразивных чищих средствах школьникам предлагается выполнить простой домашний эксперимент он будет рассмотрен на следующем слайде так как на этом слайде он просто не поместился репелленты они представлены наиболее распространенным репеллентом торговые названия самые разнообразные по своей химической сути это раствор мета-НН диетил тулоанида концентрация разная максимальная 14% в детских репеллентах она гораздо ниже ну и наконец завершается этот разворот вот таким вот фокусом что средств все средства водовой химии потенциально опасны но сначала вот о химических исследованиях безабразивный способ очистки серебря старинный способ который я нашел в книжке начала 20 века попробовать сами оценить полученный результат я его оценил вот средства личной гигиены и косметики рассмотрим на самых простейших примерах из-за 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 их простоты они могут показаться даже банальными ну например почему традиционное мыло при попадании в глаза вызывает весьма неприятные ощущения а шампуни как как из-за как как из-за как и основной компонент большинства зубных паз как окрашивают волосы в разные цвета откуда в холодильнике берется холод и чем опасны холодильники с маркировкой сей-всей фри на этом слайде измещен да вот она размещена вот эта вот инструкция о которой я говорил но про сельское хозяйство какие здесь трудности в общем-то оно понятно удобрения были отобраны самые ходовые рассматривается роль этих удобрений в питании растений традиционное изучение минеральных удобрений дополняется химическим экспериментом конечно это не в школе это домашний эксперимент определение кислотности почвы этот эксперимент может быть интересен не только для сельских школ но и для городских тоже поскольку дальше сейчас практически все здесь из химических средств защиты растений рассмотрены два хлорофоз и карбофоз опять-таки форму даны нерви запоминания они сравниваются с боевым отравляющим веществом за один это сравнение дает возможность обосновать правила безопасного использования ядохимикатов извините они вот выделены везде фокуса вот химия и энергетика вот лично для меня главной трудностью стало преодоление острого желания подробного рассмотрения вопросов перегонки нефти дальнейшей переработки нефтепродуктов фоксования угля вот люблю я вот этот фрагмент химической технологии изучаем в школе но это все содержание угловленного курса которое на базовом уровне не предусмотрено да и времени для этого нет тема химии в строительстве дополнена сведениями о свеклее и керамике с которой мы столкнемся на каждом шагу но которых почему-то в примерной программе нет а вот подбор оптимальных строительных материалов практической деятельности человека зависит от конкретных условий этой самой практической деятельности я думаю вряд ли имеет смысл говорить о рубленных домах в слепях или в пустынях где эти бревна на вес золота вот поэтому я считаю что это содержание должно быть перенесено в часть формируемую участниками образовательного процесса а еще можно вот этот подбор отдать учащимся пускай сами пороются поищут представить свои за и против каждого везде строительных материалов в условиях местности где они проживают а вот это самый жуткий параграф на мой взгляд химия и экология вот вопрос номер один но урок и химия чем мы должны заниматься химия или экология если все-таки мы занимаемся химией то вот второе предложение в каком аспекте рассматривать роль химии как зло или как благо химия это то что уничтожает окружающую среду или химия это то что помогает защитить окружающую среду вот после очень долгих размышлений после долгих мучений я предлагаю вот такой подход который ранее нигде ни в одной программе ни в одном учебнике не использовался но освоить этот подход для вас не составит никакого труда поскольку главным образом в возникновении экологических проблем обвиняют химическую промышленность то на первом развороте размечена диаграмма доли химической промышленности в загрязнении окружающей среды в процентах от всех видов хозяйственной деятельности вот смотрите выбросы в атмосферу 2% заброс сточных вод 6,1% это официальные данные Росстата изложение учебного материала вот в этом параграфе на этих двух разворотах строится на основе общих принципов организации химического производства структурированных по пяти рубрикам вот так как показано на этом слайде вот именно в этой последовательности и в каждой из этих рубрик показано какие меры предпринимаются человеком химически грамотным человеком специалистом в области химии или химической промышленности для защиты окружающей среды от возможного вредного влияния предприятия то есть здесь идет подход от общих принципов организации производства причем каждый из этих принципов замыкается в конечном итоге на человека хотя это самая первая рубрика но и все остальные опять возвращаются к человеку и все следующие рубрики и сырье и энергии гемической реакции все опять возвращается на человека и на окружающую среду ну и 13 обещанных дополнительных я их просто пролистаю с кратким с кратким комментарием комплексные соединения но только для того чтобы дать представление что оно такое есть многообразие веществ когда-то такое содержание было в примерной программе теперь этого содержания в примерной программе нет ну вот это многообразие вещества видите что оно здесь поместилось на одном развороте содержание все это только для тех учащихся которые интересуются химией хотят немножечко расширить по своей знании расстановка коэффициента в уравнении оксилитно-восстановительных реакций но первый способ некрасовский который мы почему-то в школе не используем я совершенно не понимаю почему по изменению в степени окисления безо всякого электронного баланса в большинстве случаев реальный переход такого электрона от восстановителя к окислительным не происходит дисперсные системы тоже вот они поместились на одном развороте с одной единственной целью показать где мы с ними встречаемся в жизни и чем они полезны для человека металлургия на двух разворотах металлургия традиционных чугуна стали алюминия и дополнительно вот вы видите на втором развороте слева это у нас страница 150 учебника металлургия меди с меди встречаемся везде в жизни но совершенно не имеем никакого представления о том как эту нить получаем причем здесь нет никаких страшилок где как какой аппарат устроен и что в этом месте аппарата происходит в тот или иной мониторинг производство сергей из всех аппаратов только лишь контактный аппарат с внешним теплообменником для того чтобы показать как инженеры смогли решить сложнейшую проблему когда нужно нагревание чтобы пошла реакция а выделяющаяся теплота обратимую реакцию возвращает к исходному вещества в параграфе связанный азот в рассмотре на получение аммиака из него азотной кислоты и минеральных удобрений на примере аммиачной селит вот такой параграф он никогда не был в школьном курсе химии полупроводники но без них мы свою жизнь представить не можем ведь же и видим и слышим мы друг друга в данный момент времени только благодаря вот этим самым полупроводникам некоторые изменения претерпело содержание традиционное содержание волокон приводится не только традиционное традиционно изучаемые в школе волокна но также и некоторые другие при этом например дается альтернативное название с которыми учащиеся встречаются в магазинах ну вот например я очень очень посмеялся на в одном из интернет магазинов по продаже пряжи отдельные рубрики вот совершенно разные оказывается волокна полиэстер и полиэфир веселуха полная одно и то же волокно под разными названиями и оно у них уже вдруг начинает обладать разными свойствами пластмассы тоже немножко обновлено кроме традиционных полиэтилен полипропилен о которых говорилось раньше там каучуки дается представление в современных полимерных материалах ну и приложение первая врачебная помощь опять-таки отбирались те вещества ну кроме сейчас здесь процесс результат процесса отбиралось то с чем они могут столкнуться в повседневной жизни может возникнуть вопрос фенол откуда здесь взялся дети любят особенно маленькие дети поглощать гуашь вот отсюда в организм попадает фенол поэтому еще необходимо его сюда включить но понятно что за короткое время вебинара рассказать обо всем подробно невозможно и следующий наша встреча которая произойдет уже на на следующей встрече я буду рассказывать как вот этот вот учебник как вот этот вот учебник использовать если у вас один час в неделю то есть всего семь восемь часов за два года и как его использовать если все-таки директор школы выделили вам два часа в неделю где искать дополнительную информацию как брать как спланировать изучение материала при двух часов недели это уже разговор следующего нашего вебинара ну вот теперь я смотрю вопросы у нас есть ни одного вопроса ну давайте задавайте вопросы утро еще не осознанно я странно обычно вопросов бывает много значит я хорошо постарался ага вопрос появился посмотрим так где приобрести этот учебник заходите на сайт издательства просвещения там у них есть интернет магазин заказываете в интернет магазин и получаете его конечно же он появится и в других интернет магазинах он появится в обычных интернет магазинах но уверяю у вас самая низкая цена это интернет магазин издательства просвещения там вы его покупаете по цене издательства безо всяких накруток множество посредников через которые проходит этот учебник прежде чем дойдет до учитель с некоторыми фрагментами этого учебника с отдельными разворотами этого учебника вы можете познакомиться на моем сайте ajurin.com в разделе для учителей есть ли дополнение в виде рабочей тетради пока это дополнение еще только делается оно в работе равно как и задачник этому учебнику вот если задачники для 8 и 9 класса вот-вот уже появятся в продаже ловите их а еще лучше просто заказывайте на сайте посещения то сейчас идет работа для работа на тетради и задачником для 10 11 в электронном виде можно будет скачать но вот на обороте вот это вот часто каждого из учебников не только киня а всех учебников сферы написано учебные пособия имеют электронную форму дополнительные материалы к учебному пособию размещены в электронном каталоге издательства просвещения на интернет ресурсе www.pros.ru это вот что касается можно ли в электронном виде будет ли в перспективе учебник для 7 класса в перспективе да но это не первоочередная задача это не первоочередная задача сейчас надо сделать все что предлагается вот к этой книжке что я стал делать строить практику тренажера заменопор но они все в работе задачи и вот перспективы для 7 класса здесь в общем-то проблема в следующем тогда параллельно с 7 классом нужно будет делать еще один учебник еще один вариант учебника для 8 класса для того чтобы как-то развести те кто начинает с 8 класса они не смогут учиться по учебнику для тех которые начали с 7 класса это будет просто нереально какая часть материала уйдет есть одна идейка но эта идейка она требует хорошего размышлителя поэтому в перспективе где можно посмотреть записи вебинара уже очевидно получили ответ на этот вопрос на сайте просвещения раз на ютюбе есть канал просвещения там ютюб хорош тем что там скачать можно ну пожалуйста еще вопросы так ну что все вопросы вопросов больше нет ну что ж дорогие коллеги успешно вам закончить этот учебный год вашим ученикам те кто на это решился успешно сдать единый государственный экзамен летом вам хорошо отдохнуть отключившись от их всего и встретимся уже в новом учебном году всего вам доброго до Продолжение следует...